Из года в год, из чемпионата в чемпионат, мы встречаемся с нашим гостем. Я рад, что эти встречи стали традиционными, и он вновь оказался в нашей студии. У нас в гостях заместитель и председатель Тюменской областной думы 5-го созыва, член комитетов по аграрным вопросам и земельным отношениям, социальной политики, Виктор Александрович Рейн. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С чего началось сегодня ваше утро на чемпионате? Что уже успели посмотреть? Вы знаете, вчера, безусловно, я с удовольствием принимал участие в открытии. И вообще в роли праздного генерала я не люблю быть. Мне это, безусловно, интересно, поэтому сегодня утро началось с конкретного знакомства, в первую очередь с новых компетенций. Начали мы с ландшафтного дизайна, познакомились уже с ЗООС, с ветеринарией. И, знаете, нравится первый сам настрой ребят-участников. И есть понимание, мы с экспертами, вот с Сергеем Александровичем завели разговор с экспертами, как нам сделать, чтобы этот уровень компетенций был представлен не только в соответствии с требованиями, а чтобы он, ну, как бы был замкнут во всей этой сложной технологической цепочке, и у ребят в будущем не было разочарования. Вот они выбрали эту компетенцию, их сегодня увидели, и это залог того, что они проф... Мы же их еще и профориентируем и поднимаем, как бы, этим конкурсом привлекательность, престиж рабочих профессий. А это очень важно. У нас этот вакуум был, и сейчас вот такие именно конкурсы, они позволяют, эти первенства позволяют, ну, замещать вот эти вот вакансии, в которых, вот, есть у любого работодателя спросить, ему нужны специалисты. Но принципиально высококлассные специалисты. Этот конкурс позволяет их выдавать на гора таких специалистов. Я вчера готовился к нашей беседе и пересматривал наше интервью с прошлого чемпионата. Вот, и вы там упоминали как раз-таки о настроении, которое, скажем так, царит у участников. Вот, сегодня, скажем так, все-таки, все-таки, все равно, первый официальный большой день чемпионата, да, вчера уже какие-то компетенции начали свою работу. Вот, успели ли вы почувствовать сегодня какое-то уже настроение вот среди участников? Какое оно? Знаете, вот, есть желание, вот, чувствуется, что никого сюда не пригнали, реально, да, вот, сказали, ты будешь участником. С ребятами говорим, потому что желание-то есть неофициальное, в текушку шепнуть. С удовольствием пришел сюда, с удовольствием. Тебе правда это интересно? Правда интересно. Вот это, наверное, самое главное, такой настрой чувствуется везде. И даже просто желающих посмотреть, тех, кто в будущем, а еще так на распутье, отдавать ли предпочтение сегодня учреждению среднего проф. уровня образования или нет, вот здесь на многие вопросы ребята получат конкретные ответы. И самое главное, вот мы подошли там, где к новым компетенциям, там уже есть необходимость выхода, то есть прикладной прям характер. Есть проблема, заводов стандарт, вот, допустим, та же ландшафтный дизайн посмотрели, должен быть в образовательном процессе еще определенный стандарт, он должен быть узаконен. Да, мы же должны понимать, какого уровня нам специалисты нужны, значит, правила игры должны этому способствовать. И поэтому после вот этого большого действия, безусловно, эксперты выдадут рекомендации, потому что мы четвертый год только область наша проводим. Ну, у нас уж, извиняюсь, всегда цель такая быть лучшим из лучших. Это безусловно. Да, это нормальный желание. Мы хотим, чтобы ребята, кто в этом процессе, почувствовали, что, а уже видно, и география расширяется, уровень компетенции 33. Мы в прошлом году, как раз, я тоже поднимал вопрос, а почему агрокомпетенции нет, и Владимир Владимирович очень четко на эти вещи реагирует, дал команды, и сегодня мы имеем три компетенции именно АПК, учитывая нашу аграрную специфику, это дорогого стоит. Ну, мы об агрокомпетенции поговорим еще позже. Вот, одно из главных причин, скажем так, новых, почему чемпионат стал другим, это увеличилось количество компетенций, стало 33. Это связано с чем? Это запрос, скажем так, извне, или это попытка соответствовать, вот, скажем так, международным стандартам каким-то чемпионата? То есть мы, я так понимаю, с каждым годом увеличиваем и увеличиваем это количество компетенций. Но мы обязаны соответствовать международным стандартам, если мы замахиваемся на участие в чемпионате, да, мира. А вообще-то это идет изнутри у нас. Мы сами определяем, какие с учетом специфики Юго-Тюменской области, специфики нашей вообще большой Тюменской области, нам нужны специалисты именно среднего проф и уровня рабочих профессий. И поэтому отсюда и строится наша работа, а потом уже смотрим мы в эти компетенции на уровень мировой вписываемся, если это все-таки первенство, это все-таки конкурс, и мы хотим участвовать и далее по вертикали. Поэтому это, я бы сказал, веление времени и желания и работодателей здесь мы услышали, где нам каких специалистов не хватает. Здесь одна проблема есть, мы видели, вот именно прикладная, когда с ребятами проговорили, они бы хотели, чтобы они не выпали из поля зрения. Вот я сейчас буквально через час пойду на еще одно очень интересное мероприятие, пресс-конференцию по поддержке студентского отрядного движения. Вот как раз реально из этих ребят сформировать студентский отряд, допустим, который бы, получив вот здесь эти навыки, компетенции, участвовал в благоустроительных работах на любимых своих территориях, а это, знаете, и воспитание, это и потребность, да все, что хочешь. Ты все упаковываешь, вот это мне очень нравится. И здесь потенциал, ресурс огромный. Почему мы с таким любопытством ходим и щупаем всех и вся, вот к ребятам подошел с техником, говорю, я вижу, вы тут какие-то проектируете интересные дома, а мы сейчас по линии, вот у меня квартирный проект «Есть свой дом», мы создали региональное агентство малотажного коттеджного строительства и создаем центр малотажного строительства. Так вы входите в конкурс, участвуйте, и мы составим каталог лучших, или каталог лучших проектов, и вы реально входите с практической точки зрения вот в этот реестр. Вам нравится, во, нам понравится. Вот это очень важно сегодня сделать максимально с учетом этого ресурса, для того, чтобы это было, имело последствия потом для нашей территории. Очень здорово, что такой обмен происходит прямо в режиме реального времени. Тут же пообщались, тут же решили какие-то вопросы. Я понимаю, что в принципе не исключено, что в Тюменской области, в нашем регионе, в городе Тюмени, WorldSkills когда-нибудь пройдет на международном уровне. Я имею в виду, что сюда приедут все участники. Желания правильные. Да, мне кажется, это прекрасно. Возвращаясь к аграрной истории, в прошлом году вы говорили про программу «Агропоколение», и я так понимаю, что именно с ней связано появление новых компетенций, агроэкология, сневодство, овощеводство. Можно немножко рассказать, как проходит программа на сегодняшний день? Есть ли какие-то изменения? Да, вот здесь, смотрите, здесь две программы. Одна называется «Агропоколение», которая идет в системе образования среднего, а есть агро-цивилизация, которая идет на базе родного университета «Аграрная». И мы все-таки нашли возможность их объединить, потому что нам важно очень увязать всю эту цепочку, связанную с подъемом престижа, и ребят убедить, что надо ехать в сельскую местность, потому что сегодня АПК – это уже драйвер экономики Российской Федерации, это признали все и вся. И работать там – это престижно, это здорово. Там есть некоторые внутренние проблемы, связанные с тем, что надо село обустраивать, чтобы ребят привлекать, уровень зарплаты должен быть достаточный. Это тоже ответ на один из вопросов. Если будет высококлассный специалист, поверьте, ему будут платить больше, гораздо. Ну, какой сегодня средний оклад у ребят из аграрии? Нет, вот если средняя вообще, АПК, она небольшая, 15-18, но на продвинутых ведущих предприятиях специалисты получают не менее 25-30, если более. То есть достойная зарплата. И когда мы разговариваем с работодателем, им как раз нужен специалист высококлассный, и прибавка высококлассной позволит им иметь и прибавку зарплаты, вне всякого сомнения. И более того, вот мы сейчас проговорили, у нас тоже одна тема, которая привязывается хорошо. Мы хотели бы, чтобы программа кадры была привязана, в том числе, не только, вернее, и к улучшению уровня цивилизации на селе, да, сегодня, развития инфраструктуры, и в то же время закреплению специалистов через строительство жилья. Они попадают в реестр, получают сертификат, и бесплатно получают земельный участок, и мы им помогаем строить жилье. Он будет уже иметь скрепку на этой земле, и вряд ли он ее поднимет. Вот это все, когда увязывается, то есть цель будет достигнута тогда, когда мы не просто на гора выдаем специалиста, а заведомо знаем, что специалист будет работать там, где хочет работодатель, где желаем. Мы власти этому способствуем и содействуем. Это очень важно. Мне нравится, что все это как-то увязывается в одну единую систему, и одно протекает из другого. Это, конечно, очень круто. Вы сегодня запустили опрос среди наших зрителей. Звучит он, как в какой компетенции на чемпионате вы бы хотели попробовать себя? Вот я бы вам тоже хотел задать вопрос. 33 компетенции сегодня представлено, плюс 3 Junior Skills. В какой бы из нынешних компетенций, может быть, какой-то новой, вы бы хотели попробовать лично себя сами? Я закончил инженера строительной института. У меня кафедра автомобильной дороги, мосты, сооружений. И вот когда мы, и жена тоже выпускница строительная, мы сами запроектировали свой дом, нарисовали, каким мы его хотим. И там были элементы ландшафтного проектирования. И мне вот этой компетенции не хватает. Вот я бы дизайн ландшафтный, вот эту компетенцию бы с удовольствием очень глубоко бы изучил, потому что пришлось руками поработать, и, значит, видение, какие бы ты хотел видеть в своей территории, значит, оно тоже очень ясное должно быть. Вот там бы я был. Слушай, мне кажется, в принципе, чемпионат так долго идет, так проходит с каждым годом, мне кажется, можно вводить какие-то, знаете, вот новые формы. Вот есть для профессионалов WorldSkills, а должен быть, может быть, какой-нибудь для тех людей, которые хотят попробовать, прийти. И вот тут же ребята, которые участвовали в чемпионате, могут их чему-то научить. И вот мне кажется, тут бы вы бы со своим желанием к ландшафтному дизайну могли бы сразу же войти и чему-то научиться. А мы потихоньку будем и входить, потому что нет предела совершенства, учиться надо всю жизнь. Огромное спасибо вам за беседу. Я бы хотел, чтобы вы в финале пожелали нашим участникам этого чемпионата четвертого. Ну, вот чего-то такого, чего бы вы сами бы хотели бы себе пожелать? А знаете, вот я всегда боюсь, чтобы на каком-то этапе молодых людей не было разочарования. И вот я хочу, чтобы ребята еще раз прочувствовали, что сегодня именно люди этих специальностей, это вообще-то золотой фонд. Они сидят внутри экономики реальной, та, которая создает внутренний валовый продукт. Это абсолютное большинство, количество компетенций, которые сегодня представлены на этом конкурсе. Я хочу пожелать ребятам, чтобы они еще раз прочувствовали свою нужность и значимость и были по жизни в будущем очень успешны. Если они этого захотят, а мы будем этому помогать, то у нас все получится. Спасибо огромное, золотые слова. Я надеюсь, что у нас в гостях был заместитель председателя Тюменской областной думы 5-го созыва, член комитетов по аграрным вопросам и земельным отношениям, социальной политики, фанат WorldSkills, я бы сказал. Виктор Александрович Рейн, спасибо огромное. Хорошего вам рабочего дня. Хорошего тебя.